Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей студии Кристина Ситникова. Сегодня мы расскажем, когда восстановят движение на улице Раковской, какие работы там ведут. Узнаем о сводке происшествий на дорогах округа, побываем на открытых уроках и занятиях у педагогов, которые участвуют в муниципальном этапе конкурса «Школа мастерства». Увидим, какие сеянцы высаживают в лесах сотрудники Приморской авиабазы. Отметим день работника рекламы и покажем отрывки премьерного спектакля в Театре драмы имени Веры Комиссаржевской. А теперь давайте начинать! Котельные Уссурийска переводят на газ. Так, специалисты теплосетей вышли на участок на улице Раковской, чтобы переключить район зверсовхоза и дубовые рощи на экологичное топливо. Когда закончатся работы, расскажем в нашем сюжете. На участке улицы Раковской трудится спецтехника. Вскрывают асфальтобетон. Специалисты теплосетей вышли на участок, чтобы провести работы по переключению двух угольных котельных, что питают зверосовхоз и дубовую рощу, на новый газовый объект на улице Московской. Нужно будет проложить несколько километров трубопровода. Протяженность 3 километра. То есть у нас до одной котельной 2 километра и подключение второй котельной километра. Пока техникой люди трудятся на участке, обе угольные котельные 20 и 46 работают в штатном режиме. Параллельно здесь идут подготовительные работы по сварке трубопроводов. Специалисты зашли на участок 16 октября. Завершить прокладку тепловых сетей рабочие планируют к концу года. Отметим, что из 42 котельных нашего округа уже 10 работают на природном газе. И еще 4 готовят к переключению на экологичное топливо. Новый асфальт, детские спортивные площадки, даже остановки общественного транспорта. Благодаря победам в краевом конкурсе грантов для территориальных общественных самоуправлений наш округ становится лучше. Наша съемочная группа побывала на нескольких таких объектах. Новую детскую площадку во дворе улицы Крупской-3 ждали много лет. Светлана Барбаянова. Старшая по дому и не нарадуется. Вместе с комиссией и с представителей администрации округа осматривает объект. Рабочие здесь расширили игровую зону на 34 квадратных метра. Убрали старое основание, подсыпали грунт, постелили резиновое покрытие, установили по периметру забор, а еще поставили скамейку и урну для удобства жителей двора. Все проезжают, приезжают, деточки привозят, садика забирают, даже сюда идут у нас. Это правда. Я сегодня в 7 восьмом часу смотрю, здесь играет женщина с ребеночком. Видно, некуда пока, или ждут, или еще что-то. И часто-часто здесь приезжают. А это уже площадка Новоровского 153. На старой игровой зоне также заменили основание, положили прорезиненное покрытие и установили ограждение. И что в первом, что во втором дворе, изменения стали возможными благодаря победе в краевом конкурсе грантов для территориальных общественных самоуправлений. В целом в округе в этом году уже реализованы 9 проектов территориальных общественных самоуправлений. Еще 9 дворов благоустроят до конца текущего года. Для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, либо получить консультацию по вопросам участия в конкурсе, нужно обратиться в Управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа, и вам будет оказана консультативная организационная помощь в подготовке проектов. Мы находимся по адресу город Уссурийск, улица Ленина, 101, кабинет 416. Напомним, конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений позволяет получить финансирование на благоустройство, приобретение и установку детских и спортивных площадок, уличных тренажеров, горок, автомобильных парковок и остановок, пешеходных мостов и дорожек, тротуаров, малых архитектурных форм. В целом в этом году на такие гранты из краевого бюджета финансирование получили 345 заявок от ТОС по всему Приморью. Виктория Калинина, Игорь Антонов, Телемикс. С терез лица земли Уссурийская сразу 34 аварийных дома снесут в округе в этом году. Ветхое жилье, которое уже не подлежит восстановлению, демонтируют в округе. Наша съемочная группа увидела, как происходит процесс демонтажа зданий. Экскаватор погружает груды мусора в самосвал. Вокруг множество старых досок и кирпичей. А ведь буквально месяц назад здесь, на когда-то бывшем адресе Слободская-6, была совершенно другая картина. Стоял двухэтажный дом 1930 года постройки. Людей расселили, на участок зашел подрядчик. Ой, молодцы, молодцы. Насчет этого, я думала месяца два не будет здесь этот дом убирать. А здесь и месяц не прошел. Быстро, хорошо, молодцы. В целом, сразу 34 аварийных здания снесут в округе в этом году. Этот же подрядчик, что трудится на Слободской, также работает еще на 11 участках. В улицах Некрасова, Лазоти, Мирязева, Краснознаменной и Васика. Там также предстоит разобрать дома и вывезти строительный мусор. Проблемы одни и те же. Либо погодные условия, либо очень много мусора, который приходится вручную выгребать из здания. Потом, естественно, вывозим на свалку. А так все по-старому сносим. Сначала мусор выбираем, потом крышу убираем. И потом уже экскаватором ломаем, большими самосмалами вывозим. Сейчас идут работы и на Амурской 13 и 13А. Здесь сносят сразу две двухэтажки. Подрядчик демонтирует стены зданий. Уже по всему округу с начала года с лица уссурийской земли стерто 9 старых домов. В процессе подготовки еще 25 строений. Мы сносим дома после того, как успешно расселяем жителей этих домов. Для того, чтобы дом можно было расселять, нужно сначала подготовительные работы провести. Нужно разработать проект организации демонтажа этого здания. После того, как у нас документы идти уже на руках, мы проводим конкурсные процедуры конкурентные и определяем подрядчиков, которые будут заниматься этим делом. Отметим, программа переселения работает в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который, по поручению президента России Владимира Путина, был продлен до 2030 года. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс. Современные условия для чтения создают библиотеки номер 5 «Уссурийска». В начале октября в здании начался капитальный ремонт. Когда жители округа смогут окунуться в мир книг с комфортом, расскажет Виктория Калинина. Строители трудятся в здании пятой библиотеки на Владивостокском шоссе. Говорят, работы выполнены уже на 35%. Масштабный капитальный ремонт здесь стартовал 7 октября. За это время уже завершили два из пяти этапов, что есть в плане. Демонтировали стены и перегородки. Вскрыли и залили полы, вывезли мусор. Сейчас здесь выравнивают стены, а в скором времени рабочие приступят к их шпаклёвке и покраске. Также планируется монтаж электрики и пожарной сигнализации. Ждёт обновление и туалетная комната. В туалете будут делать кафель, расширение дверей для мамонопилевых кругов и трубы. Напомним, что капитальный ремонт библиотеки номер 5 проводится в рамках программы развития культуры Приморского края. По плану работы здесь должны завершиться 15 ноября. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс. Семь объектов по всему округу установили и отреставрировали в этом году по программе «Спортивный дворик». На местах появились резиновые покрытия, тренажёры, турники и многое другое. Своё занятие там найдут как дети, так и люди старшего поколения. Об этом наш следующий сюжет. На новую спортивную площадку в Линевичах приехали школьники из Красного Яра. У детей соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Место выбрано не случайно. Здесь всё позволяет проводить состязания, причём разного рода. Резиновое покрытие, четыре тренажёра, баскетбольный щит, турники и вместительная лавочка для отдыха. Я считаю, что администрация ведёт правильный курс по привлечению молодёжи и людей старшего поколения в спорт. Я считаю, что селянам не всегда удобно проехать в город, позаниматься на тренажёрах, какими-то другими видами спорта. А здесь, на территории села, построена площадка спортивная. Всегда люди могут прийти позаниматься. Все эти новшества в Линевичах стали возможными благодаря конкурсу «Спортивный дворик». Кстати, вот и на Первомайской 76 с помощью него также преобразилась территория. Место облюбовали как мамы с детьми, так и люди пенсионного возраста. Здесь поменяли резиновое покрытие и установили теневой навес. На сегодняшний день администрация Суисского городского округа включилась в работу и восстанавливает на данный момент те придоворовые территории, те спортивные площадки, которые подверглись, скажем так, палаткой ситуации. Всё для наших детей, всё для наших жителей. Ну, конечно, я прихожу и делаю кружки здесь такие. Я-то с родниками много лет, а здесь женщины с малыми детьми, видно, часто плохое. И это отбитает. В этом году спортивные локации появились также на Новонекольском шоссе 28 и Раздольной 26. Кроме того, на воркаут-зоне по улице Раздольной 10 заменили искусственное покрытие, а на площадке Наштабского 16 установили ограждение и теннисный стол. Конечно, нравится. А что ж плохого? Посмотрите, всё застелено, ребёнок гуляет. Мы уже даже не переживаем, что он упадёт, поранится и ещё что-то. Видите, я могу сидеть спокойно, отдыхать, а дитё занимается. Отметим, что в этом году по программе «Спортивный дворик» установили и отреставрировали семь объектов по всему округу. Виктория Калинина, Валерия Степанова, Роман Адонин, Телемикс. Социальное такси для жителей с ограниченными возможностями здоровья заработало в Уссурийске. Маломобильные граждане могут бесплатно воспользоваться услугами спецавтомобиля, который предназначен для перевозки людей на инвалидных колясках. Подробнее о возможностях транспорта и условиях поддержки в нашем сюжете. В этих автомобилях есть всё необходимое для безопасных перевозок жителей, которые не способны самостоятельно ходить. Подъёмные устройства, крепежи и при необходимости сопровождающий, роль которого выполняет сам водитель. Социальное такси для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения появилось в Уссурийске. При заказе такси именно на специализированный автомобиль, человека подъедут со своей коляской или с коляской человека, спустят его с необходимого этажа, поставят его в автомобиль, прямо в инвалидном кресле, привезут на объект. Если необходимо на объекте поднять, спустить, поднимут, спустят на объекте. Такую социальную услугу могут получить жители Уссурийска с первой группой инвалидности. Дети-инвалиды до 18 лет, участники СВО в течение отпуска по ранению, а также ветераны Великой Отечественной войны. Вообще такси хорошее, удобное, потому что можно не слазить с коляски и проехать в любое место назначения. Маломобильные жители могут воспользоваться социальной перевозкой бесплатно 40 раз в течение года. Одна поездка по времени должна быть не более двух часов и только по территории Уссурийского округа. Достаточно комфортно и видимость лучше. Есть люди, которых выкачивают в машине, то есть если дорогу не видно, их можно выкачать. Я думаю, что дорогу видно не будет укачивания как такового. И пассажиры рядом, то есть можно общаться. Бесплатно использовать социальное такси в целях личных поездок, в гости, на дачу или пикник не получится. В списке только адреса социально значимых объектов. Например, поликлиники и больницы, пенсионный фонд, МФЦ, авто и железнодорожные вокзалы, культурно-развлекательные площадки, а также территория местных органов власти и самоуправления. Для нас, маломобильных людей, очень сложно и тяжело добираться на такси на обычном. И неудобно, и вызывает это не только у нас трудности, и у самих таксистов. Автобусы, мы сами прекрасно понимаем, нет такой возможности. Такой транспорт очень востребован. Поэтому заказать социальное такси в Уссурийске нужно за два дня, а желательно и раньше. Ведь специализированных автомобилей в нашем городе всего два. А маломобильных граждан, которые хотят воспользоваться услугой, немало. Любой гражданин с инвалидностью, либо их родственники, могут обратиться к нам по адресу Ленина, 121, и получить необходимую для них консультацию, либо помощь. Вот на сегодняшний день у нас проводится обширное мероприятие, которое мы запланировали. Чтобы заказать социальное такси, нужно позвонить по номеру 8 800 30 20 924. Оператору необходимо указать наличие инвалидной коляски, нужно ли сопровождение, а также сообщить вес. Это необходимо для того, чтобы подобрать оборудование для спуска и подъема. У нас еще не ушла осень, не пришла зима. Мы собрали инвалидов для того, чтобы они пообщались, познакомились и вышли из дома. В принципе, вся наша работа в этом и заключается. В уссурийском филиале Приморского центра социального обслуживания также проходят консультации по типу равный-равному, в которых граждане с инвалидностью оказывают дружескую поддержку, помогают психологически, а также дают рекомендации, которые могут облегчить общественную и бытовую адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодная пресс-конференция ко Всероссийскому дню таможенника прошла в Уссурийске. С представителями средств массовой информации руководители структурного подразделения поделились успехами, планами на будущее, а также подвели итоги работы за год. О результатах смотрите в сюжете. Таможенники России отмечают свой профессиональный праздник 25 октября. Традиционно в преддверии события руководители уссурийского подразделения проводят пресс-конференцию с представителями СМИ, где делятся итогами работы за год. На этом совещании темой для разговора стали объемы внешнеторгового оборота, пассажиропоток, а также выявление контрафактных товаров. Говоря о статистике работы, можно сравнивать работу таможни с прошлым годом. И тогда я скажу, что на 35% количество транспортных средств увеличилось, который пересекает государственную границу. Если говорить о грузах, то более миллиона тонн уже ввезено с территории Китая автомобильный транспортный на территорию России. За 9 месяцев этого года через российско-китайскую границу прошло почти 143 тысячи транспортных средств международной перевозки. Это рекордное значение. Все эти машины были с товарами, которые необходимы российской экономике. В Приморье находятся 10 уссурийских таможенных постов. Сейчас в регионе работает 7 пунктов пропуска. Из них 4 автомобильных – это Полтавка, Турий-Рог, Пограничный и Краскино, а также 3 железнодорожных – Пограничный, Махалина и Хасан. Если сравнивать работу таможни с 2019 годом, то количество пропускаемых машин, грузов увеличилось более чем в 3 раза. С каждым годом процент ввозимых товарных партий только растет. И поэтому увеличилась нагрузка на склады временного хранения. В ведении уссурийской таможни – 17 таких объектов. Это хорошо оборудованные территории. Это территории, которые обеспечены хорошей техникой, качественным персоналом. Это дополнительные рабочие места. И я отмечу, что владельцы этого временного хранения в условиях такой конкуренции оказывают весьма качественный сервис для участников УЭД, которые доставляют товары из-за границы. С начала 2023-го, после запретов, которые были связаны с пандемией, возобновился пассажиропоток. За 9 месяцев 2024-го через границу пропустили почти полтора миллиона человек. Это в 2,5 раза больше, чем за прошлый год. Вот эти полтора миллиона – это суммарно все лица и водители, и российские граждане, и китайские граждане, и туристы, и лица, которые следуют по визам. Для того, чтобы перевезти такое количество людей, мы оформили почти 42 тысячи пассажирских автобусов. Также на пресс-конференции обсудили вопрос незаконного перемещения через границу товаров и ценностей. Только за этот год возбудили более 2000 административных и 19 уголовных дел. Основными предметами дела УП являются у нас такие товары, как алкоголь, сигареты, техника, в том числе телефоны, ноутбуки. Нарушители для того, чтобы перевезти запрещенный товар через границу, придумывают разные ухищрённые способы, делают тайники. Таможенники находят бады, наркотические вещества, зубы кошелота, клыки медведя и многое другое. Как пример, случай, когда гражданин Китая попытался вывести золото и ртуть в ручки чемодана. Инспекторы проявили бдительность и обнаружили незаконную партию. Теперь мужчине грозит уголовное наказание. Диана Эстер, Игорь Антонов, Телемикс. Один человек погиб на дорогах округа за неделю. В целом сотрудники ГИБДД зарегистрировано 26 аварий, в которых пострадали 9 человек. Примечательно, что в сводке происшествия нет детей, но есть пешеходы. С подробностями Виктория Калинина. Утром на подъезде к Уссурийску на трассе Хабаровск-Владивосток мужчина на фите пренебрег разделительной полосой. Выехал навстречу, где в этот момент двигался Ниссан. Увернуться от удара не получилось. По инерции Тиану откинуло на Приус. Люди не пострадали, машины в ремонт. С сотрясением мозга, ушибом позвоночника и груди в скорую помощь обратилась девушка. Выяснилось, что в районе 77-го дома на Советской на неё задним ходом наехал ФИД. После чего автомобиль скрылся с места происшествия. Позже водителя нашли. Отвечать будет по закону. Ещё одна авария на Советской, только рядом с домом номер 172. На этот раз участница ДТП обратилась в травмпункт с ушибом головы. Оказалось, что в женщину на Приусе въехал грузовик. О травмах у виновника аварии не сообщается. Водитель на Ниссане не уступил дорогу Камазу, который ехал в попутном направлении на трассе Хабаровск-Владивосток. В результате ДТП пострадали пассажиры «Универсала». Девушка с закрытой черепно-мозговой травмой обратилась в больницу. У мужчины различные ушибы. Повредил несколько автомобилей и скрылся с места ДТП. На улице Слободской неустановленный водитель наехал на припаркованные на обочине Приус, а потом и лэнд-крузер. За помощью с ушибами в скорую обратилась водитель легковушки. Виновника аварии разыскивают. Авария с опрокидыванием на Некрасова, 46. Мужчина на Фите ехал с Октябрьской на Суханово. Поворачивая на скорости налево, не справился с управлением. Съехал с дороги, где его остановил бордюр. Да так остановил, что машина перевернулась. Пострадал не только водитель, но и его пассажир. У виновника аварии перелом основания черепа и клиническая смерть. У того, кто сидел рядом, закрытый перелом локтя со смещением. Машина утонула в канаве. Водитель спокойно покинул место ДТП. На улице Раковской возле пятого дома 46-летний мужчина не справился с управлением и провалился в яму. Сам выбрался. Автомобиль бросил на произвол судьбы. К слову, на этом месте шли дорожные работы. Стоял знак «Тупик». Наезд на пешехода в воздвиженке. На территории автопарковки на Заречной 4А при движении задним ходом мужчина на Сузуки не заметил женщину, у которой в результате ДТП диагностировали ушиб локтя и кисти. Заседание младежного совета прошло в администрации округа. Темой обсуждения стало собеседование нового состава парней и девушек. На событии побывала моя коллега Валерия Степанова. Активные и инициативные за круглым столом. Завершающий этап выборов в состав молодежи администрации округа прошел в Уссурийске. Тема заседания – пополнение состава. К группе добавились 9 перспективных парней и девушек. Каждый может попытать удачу и попробовать встать в ряды деловых. Пол года, год мы периодически запускаем новых людей к себе в команду, потому что кто-то старенький уходит, новенькие приходят. Все время требуются новые люди с новыми свежими мозгами. Зал заседаний был наполнен волнением. За спиной у парней и девушек два этапа отбора – резюме и видеособеседование. Шла очная финальная стадия конкурса – презентация своей личности. Молодежь от 13 до 23 лет смогли зарекомендовать себя и попасть в состав. Я очень хотела вступить, очень хотела попробовать. Конечно, еще результатов сама не знаю. Но я думаю, что я очень хорошо рассказала сама презентацию свою. Я сказала все, как есть, обо мне, свои чувства, свои мысли, почему именно я хочу вступить. Новые идеи, свежий взгляд, желание развиваться – то, что требуется молодежному совету всегда. На заседаниях решается множество вопросов от политики до организации культурных событий. У нас действительно молодое поколение очень активное. И мы ждем всех тех, кто прям действительно хочет, жаждет. И главное, у тех людей, у которых есть время помочь или сделать что-то новое для молодежи. Мы ждем всех в ряды молодежного совета. А вдохновились на вступление в молодежный совет Валерия Степанова, Алексей Максимов, Телемикс. 14 педагогов округа соревнуются за звание лучшего. Второй этап ежегодного конкурса «Школа мастерства» проходит в Уссурийске. Участникам предстоит показывать свои способности на открытых уроках. Валерия Дар посетила один из них и сейчас расскажет подробнее. Конкурс для педагогов «Школа мастерства» проходит в Уссурийске. Из 14 претендентов выберут лучшего. Напомним, на первом этапе учителя и воспитатели рассказывали о себе и представляли проект занятия с детьми. Теперь настало время показать, как это будет выглядеть на практике. Использование инновационных технологий обязательно. Урок английского языка в 6-м А-классе 24-й школы начинается не с фразы «Who is on YouTube today?». Учеников делят на две команды, а на задних рядах расположились гости, а ниже члены жюри. Это открытый урок в рамках конкурса педагогического мастерства. Испытание проходит Юлия Салимова. Тему занятия выбрала очень уютную – дом, квартира. Цель – научить мальчиков и девочек свободно говорить на иностранном языке. Добиваться этого будут с помощью игровых технологий. Вообще разговор по кому – это самый сложный аспект в языке. То есть они могут знать лексику, грамматику, но собрать все это в одну кучу представляется довольно-таки сложно для детей. И мы постарались, по крайней мере, это сделать на уроке. Ученикам предстояло повторить предлоги времени и места, расшифровать фразу по цифровому коду, найти и исправить ошибку в предложении, а еще составить и представить проект комнаты и заполнить приглашение на новоселье. Разные виды деятельности динамично сменялись во время занятия, что позволяло детям сохранять интерес и применять знания на практике. Урок заслужил положительную оценку со стороны комиссии. Конечно, подготовка была большая и много было дополнительного материала, который учитель использовала. Поэтому, да, подготовка была на высшем уровне, считаю. Отметим, что на третьем этапе конкурсанты проведут мастер-классы для своих коллег и постараются доказать, что представляемая технология действительно эффективна. Победители ожидают памятные дипломы, ценные подарки и почетное звание мастер педагогических технологий. На открытом занятии свои педагогические таланты показала и воспитатель детского сада номер 67. Наталья Ковалева вместе с воспитанниками отправилась в увлекательное путешествие по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». Малыши помогали спасти братца Иванушку и заодно многому научились. В профессиональном конкурсе школа мастерства принимает участие и воспитатели детских садиков. Занятия для дошкольников имеют свои особенности. Продолжительность не более 25 минут, обязательно двигательная активность. Малышей ждет волшебное приключение. Нужно помочь сестре Аленушке спасти братца Иванушку. По замыслу педагога детям нужно было пройти четыре станции с заданиями. Сначала заново отстроили печку из счетных палочек. Затем отправились к яблоне, которая дала поручению украсить пирог. Еще восстановили мостик через речку и, наконец, добрались до бабы-яги. Решили задобрить злодейку бусами собственного плетения. Ребята, подскажите, пожалуйста, какие геометрические фигуры мы будем использовать. Украшения настолько понравились сказочной старушке, что та не только отпустила Иванушку домой, но и похорошела. Посмотрите, она настоящая красавица стала. Цель занятия не только погрузиться в русский народный фольклор, но и потренировать мелкую моторику, закрепить знания о цвете и размере объемных геометрических фигур. Для этого педагог выбрала игровую технологию, которая идеальна для основной деятельности дошкольников. Все удалось. Ребятам занятие понравилось, потому что оно интегрированное. То есть ребята от одного пункта переходили к другому, где-то сидели, где-то стояли. Путешествие было по карте, это всегда ребятам нравится. Гости, они же справедливые судьи, высоко оценили мастерство педагога. Ребята были заинтересованы. Занятия соответствуют требованиям СанПИНА. Все цели и задачи воспитателям выполнены. Совсем скоро подведут итоги второго этапа конкурса. Пять финалистов, которых определяют по количеству набранных баллов, пройдут в следующий тур и проведут урок уже для коллег. Валерия Адар, Роман Адонин, Телемикс. Мастер-классы по начальной военной подготовке прошли в Доме офицеров Российской армии. За обучение взялись люди, которые уже имеют боевой опыт. Разбирать оружие, оказывать первую медицинскую помощь научилась и моя коллега Валерия Степанова. В Доме офицеров проходят занятия по начальной военной подготовке. Объединение «Боевое братство» принялось за патриотическое воспитание молодого поколения. Однако поучаствовать в мастер-классах и получить небольшой опыт могли все – и взрослые, и дети. Такие занятия мы будем проводить постоянно, раз в месяц здесь, на базе ДСА. Будет еще больше материальная база, оружие, чем сможем организовать для проведения. Чем важны? Тем, что надо помочь нашим воинам. Ну и воспитывать мальчишек серьезными, смелыми, умеющими обращаться с оружием. Первая локация – это индивидуальная аптечка военнослужащего. В набор входит максимальное количество перевязочного материала и множество других вещей для оказания первой медицинской помощи. Одно из таких составляющих – тактический жгут-турникет. Служит для остановки кровотечения при повреждении артерии. Одеваете выше локтя, обязательно выше сустава, максимально сильно затягиваете. После этого проводите контрольную перетяжку. Закладываете в чеку, проверяете контроль на пульс. Если пульса нет, пишем «время здесь» и «время здесь», потому что время наложения турникета не более 25 минут. Следующая локация – обзор оружия. Умелые бойцы показали, из чего состоит и для каких целей используется. Затворная рама с затвором. И вот так вот хорошо. Это очень громко, как будто бы все сломало. Обратно вот это. И дальше что? Все. Все? Теперь осталось только собрать. Каждый из вас может попробовать сделать то же самое, даже в каске. На последней локации всех ждали выставочные образцы оружия и походной кухни. Здесь также организовали сбор материалов и денежных средств для бойцов СВО. Сбор идет на 114-й полк, на тепловизорный прицел. Ребята попросили, мы организовали сбор. Боевое братство – это организация ветеранов, которые прошли Афганистан, Чечню, Сирию и другие военные операции. Каждый заинтересован в воспитании смелого и бойкого поколения. Основная идея – взращивание у детей патриотического духа, любви к родине и готовности защищать свой дом. Важно воспитывать дух патриотизма у детей. Боевой дух, дух команды, друг за дружку, чтобы детки понимали. С самого маленького воспитывать, потому что мы одно целое. Нужно все уметь, нужно друг другу помогать. Занятия будут проходить ежемесячно в Доме офицеров Российской Армии. А начальную военную подготовку прошли Валерия Степанова, Игорь Антонов, Телемикс. Как растут сеянцы, лиственницы и ели. В условиях теплицы наблюдали школьники в питомнике Приморской авиабазы. Лесоводы секретов не скрывали. Наоборот, весной следующего года приглашали принять активное участие в таежной посевной. Подробности в материале нашего корреспондента. Нежная зелень молодой хвои густым ковром покрывает внутреннее помещение теплицы. Школьники приехали на экскурсию в питомник Приморской авиабазы. Вместо овощных культур и фруктовых деревьев лесоводы показывают мальчишкам и девчонкам годичные сеянцы представителей флоры Уссурийской тайги, лиственницы Даурской и Ели Аянской. Эти теплицы предназначены для выращивания посадочного материала лесных культур с закрытой корневой системой. Это значит, что сеянцы растут не в земле, а в специальных контейнерах, кассетах. Располагаются ящики на некоторой высоте от пола, чтобы корням растений хватало воздуха. Каждая ячейка перед закладкой семени заполняется торфом, а также составами, которые защитят от грибковых заболеваний все население ясельной группы, которая в каждом модуле весьма приличная. Это кассета РКЛ-81. То есть мы видим 9 в ширину, 9 в длину, 9 на 9 и ячеек, то есть 81 ячейка. Семена заполняются в эти отверстия, потом она ставится на кассету, отщелкивается, все, семечки по семи проводам попадают каждый в свою ячейку. Сотрудники авиабазы щедро делились с гостями секретами лесоводства. Какие сейлки используют, какие приборы применяют для определения температуры, влажности, химического состояния торфяного слоя. Показали школьникам и систему для поливокультур, которую используют в своих теплицах. В поршеннике нет критика, то есть сейчас это стоит на максимальном поливе, потом мы можем сделать с ней на 100. По плану ежегодно питомник будет выращивать до миллиона молодых деревьев ели и лиственницы. Хвойные нужны для лесовосстановления, в первую очередь на участках тайги, где прошли пожары. Очень много пустырей, очень много было пожаров. Сейчас мы контролируем, постараемся каждый год снижать количество пожаров, то есть в первые сутки побеждать все эти возгорания. Эти пустыри сейчас проходят этап подготовки, то есть нарезаются гребни, гряды, правильно даже сказать, и туда уже высаживаются наши саженцы. В планах лесоводов приморской авиабазы увеличить количество культур. Весной следующего года к посадкам семян приглашаются все неравнодушные. Работы по лесовосстановлению идут в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Только в 2024 запланировано высадить по всей стране 70 миллионов деревьев. Виктория Калинина, Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Мастер-классы по изготовлению кукол-травниц прошел в уссурийские студенты Агропромышленного колледжа. Своими руками сделали полезные сувениры для участников специальной военной операции. Травы, скрытые в национальных игрушках, помогут бойцам не заболеть сезон простуд. Валерия Дар отправилась перенять секреты умельцев из уссурийского музея. Натягиваем ткань на травы и также ниточкой перетягиваем. Мы делаем обережные куклы. Это куклы-травницы. Делаем их совместно с некоммерческой организацией «Берегиня». У нас проходит мастер-класс, когда Светлана Валерьевна Кузнецова рассказывает о куклах-травницах. Студенты Агропромышленного колледжа помогают их сделать. Все куклы будут упакованы в посылку и отправлены ребятам на специальную военную операцию. Мастер-класс в самом разгаре. Студенты на классном часу заняты общественно полезным делом. Под четкие инструкции, шаг за шагом, из лоскутков, тканей, ленточек и мешочков с лечебными травами собирают игрушку-оберег. Еще в Древней Руси куклы-травницы занимали особое место в народных верованиях. Люди думали, что это их обереги от всяких болезней. Делали даже вроде как для богов, чтобы боги дождь им послали, солнце и так далее. В современных реалиях изменилось и предназначение куколок. Ароматный талисман отправится в зону СВО, оберегать бойцов от зла и болезней. В посылку будут также вложены открытки с теплыми словами от студентов и расписанный вручную пряник. У них будет больше сил, больше уверенности, чтобы идти вперед и все это закончить. Помимо мастер-классов со студентами постоянно встречаются участники СВО, ветераны боевых действий. А приобщились к изготовлению куколок-травниц для бойцов в зоне специальной военной операции. Валерий Адар, Игорь Антонов, Телемикс. День работников рекламы отмечали недавно по всей России. В телекомпании Телемикс тоже есть отдел по продвижению услуг. А как проходит процесс работы наших креативных и продуктивных менеджеров, расскажем в сюжете. Это рекламный отдел Телемикса. И здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Для коллектива компании сегодня особенный день. 23 октября – праздник творческих людей, которые вносят огромный вклад в развитие торговли и экономики. Работают на рынке услуг с 2000 года и зарекомендовали себя как надежные партнеры по продвижению рекламы и бизнеса. Сегодня мы хотим поздравить с профессиональным праздником наших многолетних партнеров – компанию Телемикс и их рекламный отдел. Ведь сегодня весь мир отмечает День рекламного работника. Менеджеров Телемикса отличает профессионализм, компетентность, надежность, искренность и очарование. Работаем с ними много лет и продолжаем сотрудничество. Ведь мы всегда на связи с городом благодаря Телемиксу. Маркетинг – сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег. Основная цель – это выделить товар среди конкурентов, раскрутить его и увеличить продажи. С чем коллектив рекламного отдела Телемикса справляется качественно и с большим профессионализмом. Например, пищевое производственное объединение «Никольск» сотрудничает с уссурийской телекомпанией более 20 лет. От лица Ассоциации «Никольск» я хочу поздравить коллектив Телемикса с Днем работников рекламы. Реклама – двигатель торговли. И эту фразу знает почти каждый. Пусть рекламные ролики, созданные вами, ведут к успеху. Пусть ваши идеи будут креативными. Пусть заказы будут интересными, а заказчики – щедрыми. Мы желаем вам бесконечного потока уникальных идей творческих полетов, энтузиазма и неиссякаемого вдохновения. Пусть ваши работы будут узнаваемы и востребованы. С праздником вас, дорогие друзья! Коллектив рекламного отдела Телемикса невелик. Однако это не мешает персоналу выполнять большой объем задач качественно и оперативно. Работают в компании давно. И поэтому у каждого сотрудника полный багаж уникальных и профессиональных знаний, которые помогают реализовать любой рекламный продукт на высоком уровне. В первую очередь реклама – это двигатель бизнеса. Мы сотрудничаем со всеми предпринимателями города Уссурийска и не только. Это от малых компаний до самых крупных и масштабных. Телемикс рекламирует продукт партнеров не только на канале. Компания освещает медийную и полиграфическую информацию на многих других платформах. Например, в социальных сетях WhatsApp, Одноклассники, Telegram, Rutube и ВКонтакте. Также ролики транслируются на светодиодном экране размером 46 квадратных метров, который находится на центральной площади. Еще есть цифровые автобусные остановки Уссурийска. Компания, обращаясь в рекламный отдел компании Телемикс, понимает, что она получает эффективную рекламу надежного клиента, надежную отработку своих запросов и привлечение клиентов к своему бизнесу. В свою очередь я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые с нами сотрудничают. Реклама от Телемикса помогает повысить узнаваемость бренда, увеличить входящий поток потенциальных клиентов и стимулировать рост продаж. Также создает позитивный имидж и повышает конкурентное преимущество. По вопросам сотрудничества звоните по телефону 33 93 99. Диана Эстер, Роман Адонин, Алексей Максимов, Телемикс. Единственная в Приморье мастерская хлебопечения открылась в Уссурийске. Помещение для роста будущих специалистов появилось в колледже технологий и управления. Студенты уже используют современное оборудование. А совсем скоро азы пекарского дела начнут постигать и школьники. Это не кондитерский цех, а учебный класс. Здесь студенты Уссурийского колледжа технологии и управления теперь выпекают разные виды хлеба из добы. Это единственная такая мастерская в Приморском крае. Благодаря инвестициям Минвостокразвития помещение укомплектовали профессиональной техникой, которой позавидуют даже на крупном производстве. Это и подовые печи с электронным управлением на трипода, это конвекционные печи с пароувлажнением на шесть уровней, это современнейшая расстоечная машина, это и планетарные миксеры, это холодильное оборудование, это тестомесы, ледогенераторы, тестораскаточная машина. В новой мастерской студенты, начиная с первого курса, проходят лабораторные и практические занятия. Готовят продукцию для магазина при своей «Альма-Матер» и буфета в Краевом колледже культуры. Совсем скоро обращаться с профессиональным оборудованием научат и школьников, участников программы «Атистат плюс профессия». В этом году мы запустили программу «Пекарь» по профессиональному стандарту, и они все получат второй разряд «Пекаря». То есть, всю практику, то есть, свои уроки технологии, так называемые, они проходят не в школе, как это раньше было, в данном учебных кухнях, а приходят сюда к нам. И здесь, на профессиональном оборудовании, в условиях реально приближенных производства, эти дети уже готовятся к тому, что по окончании девятого класса, по «Атистату» они получат еще и свидетельство, что у них есть «Пекарь» второго разряда. Такой результат ждет учеников шестой и одиннадцатой школ. А дети из 29-й гимназии получат здесь профессию повара. Еще на базе этой и других мастерских будут проводить программы дополнительного профессионального образования и готовить студентов к чемпионатам профмастерства. Виктория Калинина, Анна Лунякина, Алексей Максимов, Роман Адонин, Телемикс. Над новой авторской пьесой работаю в театре имени Веры Комиссаржевская. Это тот редкий случай, когда авто, сценария и режиссер – одно лицо. Драматург из Санкт-Петербурга Роман Габриа уже ставил у нас когда-то нашумевший спектакль «Каренин». Что получится в этот раз, зритель узнает лишь в конце ноября. Валерия Дар побывала на репетиции. Вот музыка заикала, которую сейчас мы сделаем. В репетиционном зале драматического театра имени Веры Комиссаржевской ставят новый спектакль с интригующим названием «Мой папа Гулливер». Роман Габриа, режиссер из Санкт-Петербурга, стал автором сценария пьесы. Яркий опыт сотрудничества с драматургом уже есть. Благодаря «Каренину», премьера которого состоялась в декабре 2020 года, Приморский театр впервые попал в лонг-лист премии и фестиваля «Золотая маска». Новый спектакль разительно отличается от других постановок, а акцент сделан на исследовании отношений между людьми. Замысел режиссера будет реализовываться тоже по-особому. «Определёнными техниками достигается какая-то свобода импровизационная, и спектакль будет развиваться сам, без моего участия. Это не импровизация, а это именно партнёрская свобода, нечто другое, чем импровизация, потому что импровизация – это техника, мы не используем ее». Репетиции построены на принципах стиля реализм. Актёрам нужно по-настоящему сжиться со своим персонажем, прочувствовать и показать все его переживания. Подход необычный, герои разноплановые. «Не просто режиссёр говорит, встал там, иди сюда, здесь сказал одно, здесь другое, здесь передвину тарелку. Нет. Он добивается от нас полного проживания вот этой ситуации, которая происходит в данный момент. Вот интересно. Не всё сразу получается, потому что немножко подзабыли». А вот актёр театра Комиссаржевской Сергей Литвиненко считает, что у них с персонажем есть кое-что общее. «Мой персонаж, он немного близок ко мне, как к человеку, к самому, и поэтому не очень сложно работать. То есть это роль не на сопротивление». «А что у нас общего, как вы думаете?» «Ну, как минимум, образ жизни, немного похож возраст, отношение к окружающему миру, восприятию других людей». Действия спектакля происходят во время празднования юбилея главы семейства. За внешним фасадом чинного застолья кроется множество неприятных тайн, которые зрителям предстоит раскрыть. Премьера состоится в начале ноября. Равнодушным не оставят тех, кто решит погрузиться в запутанный мир человеческих взаимоотношений, которые так тонко обнажатся по ходу повествования. Валерия Дар, Игорь Антонов, Телемикс. Такой была эта рабочая неделя. Мы продолжим собирать самые интересные новости. В студии работала Кристина Ситникова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин